В свое 70-летие городской электротранспорт отмечает не в лучшей форме. Автопарк почти полностью изношен. Но благодаря текущему ремонту все 60 троллейбусов и 228 трамваев пока в строю. Новые вагоны покупать не на что. При утвержденном тариже на проезд 19 рублей за поездку фактическая себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев составила 20.39. Каждый месяц расход предприятия превышает доход на 2 миллиона. И это с учетом 200 миллионов рублей компенсации в год. Как убыточное предприятие поставить на рельсы, краевые депутаты спрашивали у городских. Где брать деньги на ремонт, зарплаты и прочее? Это статьи тарифной составляющей, поэтому здесь тариф должен регулировать. Но эти расходы, они же зависят от материально-технической базы. Чем она хуже, тем этих расходов больше. Соответственно, тариф выше. Поэтому здесь схема завязана. Без инвестиций мы не поменяем тариф. Из двух вариантов – поднять тариф или увеличить субсидии – депутаты не выбрали ни один. Они предложили разработать специальную программу поддержки городского электротранспорта. Его преимущество перед частным подчеркнуло министр. Тот же трамвай, в отличие от автобуса, занимает на городскую площадь 0,33 квадратных метров, а автобус 0,8. То преимущество его и с точки зрения градостроительства и передвижения пропускных способов тоже неоценимо. Тем более, что он перевозит сразу такое большое количество в пиковые нагрузки пассажиров. Но не проще ситуация и в автобусной сфере. Предприятия компенсации не получают, заявил владелец одного из них Валерий Касплер. Ситуация в автобусах большой вместимости, большой вместимости почетки очень серьезная. За четыре года не куплено ни одного автобуса. Автобус разваливается и гниет быстрее, чем в трамвае в разы. Сегодня экономически обоснованный тариф 35 рублей. Это не мы считали. По его словам, в городе давно нет стратегии развития транспортной отрасли. Поэтому пока профильный министр от края поручил городской власти разработать схему пассажиропотока и рассчитать необходимые маршруты. Возможно, в будущем это позволит найти баланс между стоимостью проезда и безубыточностью сферы. Анастасия Драга, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...